За 130 лет с момента постройки здание усадьбы купца Рытикова ни разу не перестраивалось и практически не изменилось. Сейчас здесь расположен дом музея Ленина. В мае 1890 года в квартиру на втором этаже переехала семья Ульяновых, где они прожили чуть больше трех лет. За это время Владимир Ильич получил диплом юриста и устроился на работу в Самарский окружной суд. И именно в Самаре Ленин начинал свой путь к революции. Памятник архитектуры федерального значения с мемориальной экспозиции, где восстановлена обстановка, в которой жил Ленин, станет частью красного туристического маршрута. Кроме Самара он пройдет по Ульяновску, Казани, Москве и Санкт-Петербургу. Рассказывать будут об истории строительства коммунизма, а туристами станут китайцы. Десятки миллионов из них выросли на советской литературе и кинематографе. Мечтают побывать в России и своими глазами увидеть наследие Советского Союза. Нам интересно прошлое России и идеи коммунизма. В России сейчас развивается проект «Красный маршрут». У нас в Китае тоже был похожий проект. В России он связан с местами работы и жизни Ленина, а в Китае – с жизнью Мао Цзэдуна. Китайский город Чунцин, родина Большой Панды и Чая, чем-то похож на Самару. Он тоже был запасной столицей, и там живут самые красивые девушки Поднебесной. Красным маршрутом сотрудничество двух городов не ограничится. Список волжских достопримечательностей составит для всех возрастов. У нас есть уникальные природные достопримечательности. У нас есть Волга, у нас есть замечательные речные маршруты. Сюда будут приезжать в рамках этого соглашения группа молодых людей, которым интересен чемпионат мира по футболу, опыт подготовки к чемпионату мира. В планах организовать прямые перелеты между Самарой и Чунцином. Тем более, что по договоренности правительства России и Китайской народной республики, организованные тургруппы смогут путешествовать без оформления виз. Еще один плюс. Согласно подсчетам, именно китайцы стали лидерами по количеству турпоездок в Россию. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.